Всем привет, меня зовут Вестл. Настало время сделать обзор на консольного Человека-паука 2. Многие люди считают именно эту игру лучше из всех. Однако, признаюсь вам честно, до обзора я никогда полностью ее не проходил. Лишь пару раз запускал на бэушной PlayStation 2, но она там плохо работала. Так что мой обзор будет максимально объективным и лишенным какой-либо ностальгии. Я просто прошел сюжет, изучил все дополнительные развлечения и открыл большую часть улучшений. То есть ознакомился с Человеком-пауком 2, как обычный игрок. Однако она меня сильно затянула. Теперь я хочу изучить ее на 100% и сравнить с моей любимой игрой про паучка. Так что ждите еще одно видео на тему консольного Человека-паука 2. Также советую вам досмотреть ролик до конца. Ибо после обзора я буду благодарить вас за 10 тысяч подписчиков. А также объявлю условия конкурса. Первое, на что я обращу внимание, это сюжет. Консольный Человек-паук 2 это отличный пример того, как нужно адаптировать историю фильма для видеоигры. Сценаристы оставили лишь самые важные сюжетные моменты и немного расширили историю, чтобы ввести больше злодеев. Также они очень грамотно вырезали момент с потерей сил и заменили его на черную кошку. Но по сути она несет ту же самую функцию, помогает Питеру Паркеру определиться кто он такой. Получается игра смогла сохранить внутренний конфликт Паркера из фильма, несмотря на некоторые изменения в сюжете. Ну и вообще эта пара отлично смотрится вместе во всех проектах. Так что я был рад хоть какому-то появлению черной кошки во вселенной Сэма Рэйми. К тому же огромной похвалы заслуживает тот факт, что история не перегружена огромным количеством злодеев. Их здесь всего 4. Причем Шокер нам уже известен. Мы его встречали в Spider-Man The Movie. С Носорогом все понятно, это просто глупый преступник с огромной силой. Ему предыстория не нужна. Доктор Октавиус раскрывается постепенно. И его история очень схожа с той, которая была в кино. То есть этот персонаж хорошо прописан. Ну и последний это Мистерио. Здесь ему тоже уделено довольно много времени. Он имеет интересную предысторию и в принципе для игры ее достаточно. Так что сюжет в Человеке-Пауке 2 получился интересным и приятным для всех. Даже если вы не смотрели фильм, игру можно смело проходить и получать удовольствие от истории. Геймплей является главным достоинством консольного Человека-Паука 2. Дело в том, что в 2004 году разработчики старались удивить игроков не сюжетом, а именно увлекательным игровым процессом. Перед Три Арч стояла довольно сложная задача. На основе опыта создания Spider-Man The Movie нужно было сделать первую игру про Человека-Паука в открытом мире. И у них это с первого раза получилось. Причем настолько хорошо, что она легла в основу почти всех последующих проектов про Питера Паркера. Чем же так хорош геймплей? Сперва давайте обсудим основные механики. На ваш выбор есть два режима полетов на паутине. Легкий и сложный. Я проходил игру с легким, потому что мне так было удобней. Однако потом я все равно потестил сложный и заметил совсем немного отличий. Имеется возможность выпускать паутину с двух рук, а также делать длинный прыжок с ее помощью. Ну и Человек-Паук не отпускает паутину, если вы перестаете держать курки. Если я что-то забыл, поправьте меня в комментариях. Обязательно потом учту это в следующем ролике. Сами же полеты сделаны просто шикарно. Они реалистичные и довольно-таки сложные для казуала из 2020. Дело в том, что мы уже привыкли к автоматическим действиям паука. Зачастую он сам себя направляет. Стоит лишь нажать кнопку выпуска паутины и все будет отлично. Здесь же вам необходимо контролировать абсолютно все. Не рассчитал отклонения паука? Не вписался в поворот? Не забрался на нужную высоту? Полета не будет. Не вовремя ускорился? Паук упрется в землю и все нужно будет начинать сначала. Так что большинству современных игроков в полету могут показаться усаревшими, топорными и слишком сложными. В первый час игры я тоже так считал. Однако прокачав полеты и привыкнув к ним, я понял почему же все их так хвалят. Игра заставляет вас именно быть Человеком-пауком. Заставляет контролировать каждый аспект полетов на паутине, прыжков, бега по стенам и так далее. И если вы прочувствовали как это делать, геймплей кардинально преображается. У вас начинает получаться все это так красиво совмещать, что даже на сегодняшний день игра смотрится круто. Но все же бывают моменты, когда она показывает свой возраст. Видеоигра требует филигранной точности ваших действий. Однако порой из-за устаревшего управления и реализации механик, очень сложно пройти некоторые моменты. Но на самом деле я просто казуал. Помимо полетов, меня довольно сильно прикольнула физика игры. Здесь просто офигенный для того времени рэгдолл. После победы над противниками, вы можете их пинать сколько угодно. Или же скидывать с крыши. И они будут довольно забавно отлетать от ваших ударов. Драться интересно из-за невероятно разнообразной боевой системы. Она лучше даже многих последующих игр про паучка. Допустим тот же Ultimate Spider-Man не идет ни в какое сравнение с ней. Здесь имеется множество комбинаций ударов не только на земле, но и в воздухе. К тому же довольно большую роль в боевке играют способности Человека-паука. Как и с полетами на паутине, в ней нужно контролировать каждое действие. У вас не получится побеждать противников затыкиванием одной кнопки. В этом случае вы быстро умрете и бросьте прохождение. Необходимо постоянно двигаться, следить за агрессивными противниками и использовать паучье чутье. Оно замедляет время и помогает парировать атаки. Многие комбо завязаны на использовании паутины и это смотрится очень круто. Смэш Ну и конечно здесь имеется полноценная система прокачки, которая позволяет вам изучать новые боевые приемы и акробатические трюки, а также увеличивать скорость полетов на паутине и бега по стенам. Получается, что игра про Человека-паука 2004 года своими возможностями практически не уступает более современным проектам, а в чем-то даже их и превосходит. Далее давайте обсудим открытый мир, построение уровней, миссии и побочные задания. Я ругал Ultimate Spider-Man за то, что там необходимо выполнять побочки, чтобы перейти к следующей сюжетной миссии. Здесь точно такая же система, но она более продуманная. Чтобы завершить главу, вам необходимо набрать определенное количество очков героя и пройти какое-то задание. Очки героя можно получить за выполнение задания и за успешное прохождение побочных миссий. Причем эти очки вы можете потратить на улучшения. То есть здесь вы не бесцельно выполняете все эти побочки. Игра побуждает вас это делать, чтобы вы осваивали изученные механики и оттачивали свои навыки. Открыв новое умение, вы обкатываете его в городских событиях. И только потом уже продвигаетесь по сюжету. Ваш паучок меняется на протяжении всей игры. Из-за этого проходить побочки не скучно. Да и они довольно разнообразные для игры того года. И опять-таки она не уступает последующим проектам. Ведь здесь есть гонки, погони за машиной, спасение людей от падения. И даже миссия по доставке пиццы. Поэтому в открытом мире не соскучишься. Тем более я перечислил отнюдь не все. После прохождения игры в убежище Шокера открывается арена испытаний. А также не будем забывать про аркадные челленджи. Но это мы более подробно обсудим в следующем ролике. Когда я все окончательно пройду. Зато сейчас я могу полноценно обсудить сюжетные миссии. И они сделаны отлично. Имеется некий баланс в темпе игры. Например, после драки в галерее ты ожидаешь, что далее будет сложная и быстрая погоня за черной кошкой. Однако разработчики дают игроку отдохнуть. Включается успокаивающая музыка и мы размеренно преследуем кошку, параллельно с ней общаясь. Это позволяет перевести дух. Также сами миссии сделаны оригинально. Я понял, что почти все из них мне запомнились. Особенно все связанное с Мистерио. Например, очень крутое соревнование по ловле преступников. С последующим довольно таки сложным платформером. Или же весь уровень на статуе свободы. Прикольно было туда добираться. Мне кстати это напомнило одну известную вам вещь. Прекрасно. Какой полет. Ну и конечно просто шикарный фанхаус, в котором мы сражались с неваляшками и обдолбанными пауками из зеркал. Все уровни с Мистерио проходятся с помощью навыков Человека-паука и нам не приходится с ним драться. Это скорее испытание для разума, концентрации и способностей паучка. И таких моментов в игре довольно много. У вас не получится ее просто пробежать. Она насыщена сложными моментами, над которыми придется попотеть. Также на мой взгляд здесь самая лучшая и максимально реалистичная финальная драка с Мистерио среди всех игр про паучка. Кстати, спасибо всем кто смотрит мои ролики с подпиской. Вы максимально крутые и пепсикольные. Если же вы не подписаны, давайте с вашей помощью добьемся хотя бы 25%. У вас большая сила и большая ответственность за продвижение нашего канала. А ведь нужно всего лишь подписаться и поставить лайк. Ну и далее обсудим остальные боссфайты. На самом деле они не сложные, просто нужно понять, что от вас требуется. Рина максимально легкий и над ним можно знатно поугарать. Шокер получился здесь куда более интересным, чем в Spider-Man The Movie. Деремся мы с ним два раза. И обе битвы довольно интересны из-за разнообразности его ударов. Он может отталкивать паучка, создавать огромную ударную волну и просто пулять небольшими зарядами. Из-за этого драки с ним самые динамичные в игре. Также их особенностью является наличие черной кошки, которая вам помогает побеждать преступников или же отключать щит шокера. Боссфайты с Доктором Осьминогом проходят менее интересно. Они завязаны больше на уклонение от его щупалец и использование паучьего чутья. Правда финальная драка ощущается более бодрой, за счет того, что нам необходимо отключать генераторы. Отдельной же похвалы заслуживает проработка локаций. Все битвы с боссами проходят в интересных и запоминающихся местах. Также имеется возможность зайти в убежище бандитов, посетить магазины комиксов и так далее. Например, в Ultimate Spider-Man всего этого не было. Ну и последнее, что мы сегодня обсудим, это отличный саундтрек. Он сохранил в себе геройские нотки оригинальной темы Дэнни Эльфмана, а также отлично передал настроение происходящего на экране. Также я обещал сделать сравнение всех версий этой игры. Очевидно, что консольная является лучшей. Это легендарная игра, которая, на мой взгляд, опередила свое время. В ней отличная физика, хороший сюжет и большое разнообразие контента. Если у вас есть возможность в нее поиграть, вы обязательно должны это сделать. Я давно не получал такого удовольствия от игр про Человека-паука. Однако PSP-версия это тоже очень достойный проект. Она повторяет многие события из старшей версии, но имеет и свои. Причем они тоже интересные. Это некая смесь Spider-Man 2 и Spider-Man The Movie. Сюжет взят из второго паучка, а геймплей и многие локации из первого. Так что тоже могу советовать к прохождению. Я думаю, вы получите удовольствие. Что касается ПК-версии. Она на любителя. Лично мне Человек-паук 2 на ПК нравится. И в детстве я от него кайфовал. Но конкуренцию с другими версиями он, понятное дело, не выдерживает. Более подробно узнать о PSP и ПК-версии вы можете в моих прошлых роликах. Я оставлю на них ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Сейчас же я хочу поблагодарить вас за 10 тысяч подписчиков и объявить конкурс. Я очень рад, что мы наконец-то смогли достичь этой цифры. Без вас всего этого бы не было. Полтора года назад я даже и представить не мог, что меня будет ждать. Изначально я пытался снимать про игры моего детства. Потом про GTA, но со временем перешел на Человека-паука. И сейчас мне нравится то, чем я занимаюсь. Что же будет дальше? Я продолжу базироваться на контенте про Человека-паука. Ведь впереди нас ждет очень много интересных проектов, связанных с ним. Но также я буду снимать и на другие интересные для вас и меня темы. Так что на канале появится больше разнообразного контента. Ну а сейчас конкурс. Я разыграю вконтакте 10 стикеров с Человеком-пауком. Если же у вас они есть, я предложу какие-нибудь другие. Условия очень простые. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на мой канал и напишите в комментарии, что участвуете. В следующем видео я рандомно выберу победителей и сообщу вам, как получить приз. Ну а на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ведь теперь у нас цель 50 тысяч подписчиков и мы потихоньку приближаемся к ней.